Здравствуйте! В эфире программа «Формула здоровья» и ее ведущий Павел Богословский. В ближайшие полчаса узнаем самые актуальные новости зарубежной и отечественной медицины. Долгожданные изменения в России хотят значительно упростить порядок оформления инвалидности. С точностью до нанометра в Курчатовском институте разработали метод точечного воздействия на микроопухоли. Передавая опыт, неврологи областной больницы номер один с рабочим визитом посетили новые регионы России. Для каких целей используется гравитационная хирургия крови и как сегодня развивается это направление медицины, спросим у Ольги Шевцовой, заведующей отделением трансфузиологии областной больницы номер один. Домашняя лихорадка. Каким негативным последствиям может привести удаленная работа, разберем в рубрике «Под вопросом». Не пропускай. Что необходимо знать при прохождении диспансеризации, расскажем в одном из сюжетов. Вот такие темы ждут вас в этом выпуске программы «Формула здоровья». Начинаем традиционно. С обзора новостей. Министерство труда и Министерство здравоохранения России разработали проект документа, направленный на сокращение количества медицинских обследований, необходимых для установления инвалидности. Предполагается исключить около 250 видов исследований, данные которых уже будут учтены при постановке диагноза. По словам директора Департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрия Легамины, эти обследования не понадобятся для определения степени инвалидности. Еще более 250 исследований предполагается заменить на альтернативные – современные, традиционные или аналогичные по содержанию. Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали метод терапии онкозаболеваний, позволяющий воздействовать на микрометастазы с помощью радионуклеидов. Новый подход позволяет снизить негативное влияние радиофармпрепаратов на организм за счет точечного воздействия. Ученые предложили использовать радионуклеиды ближнего действия – ОЖЭлектроны. Они способны повреждать клетки в радиусе нескольких десятков нанометров, но не оказывают цитотоксического действия на больших расстояниях и не травмируют здоровые клетки и ткани. Неврологи Воронежской областной больницы номер один вошли в состав первой в России делегации медиков по поручению Минздрава России, посетивших ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области с образовательной целью. В ходе 10-дневного визита специалисты побывали в медучреждениях Луганска, Гениченска, Бердянска, Макеевки, Мариуполя и Донецка, где провели в общей сложности 4 конференции для врачей и 7 практических мастер-классов для сестринского персонала. Специалисты поделились опытом в диагностике, лечении, профилактике и реабилитации социально значимых неврологических заболеваний и организации работы первичных и региональных сосудистых центров. Мероприятие посетили 370 врачей и более 200 медсестер. Гравитационная хирургия крови – относительно недавний метод лечения. Для каких целей используется и как сегодня развивается это направление медицины, спросим у Ольги Шевцовой, заведующий отделением трансфузиологии областной больницы номер один, доктор медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Действительно, само название этого направления медицины – гравитационная хирургия крови. Наверное, не на слуху у людей, которые никогда с этим не сталкивались. Давайте объясним, что это такое, чем вы в вашем отделении занимаетесь. Эти методы используют различные физико-химические свойства, которые… Одна из них – гравитация, это центрифугирование. Вот отделение плазмы от эритроцитов, форменных элементов и в дальнейшем какое-то на них воздействие или удаление, или воздействие какими-нибудь препаратами. Вот есть методы, которые используют сорбционные свойства. Это там гемосорбция, плазмосорбция, как обычные, так и селективные. Есть методы фильтрационные – это гемофильтрация, ультрагемофильтрация, гемодиафильтрация. Вот. Волновые. То есть это разделение частей крови и какое-то на них воздействие. И не только разделение. Я как раз говорила о том, что еще и воздействие волновое. Допустим, воздействие ультрафиолетовыми лучами, воздействие лазерными лучами, воздействие магнитными лучами. Это приводит к биотрансформации молекул крови, различных элементов. И детоксикация, она уже посредством биотрансформации, а не удаления, например, как при плазмоферезе или при гемофильтрации. Хорошо. В общих чертах это направление довольно понятно. Где оно применяется? Ну, наиболее часто будем говорить так. Знаете, применяется в медицине достаточно широко, причем в различных отраслях. Не говоря уже о реанимационном отделении, где без этих методов так трудно уже сейчас современное лечение представить, современную интенсивную терапию. Ну, и в хирургии, и в терапии, и в акушерстве. Но надо отметить, что это вспомогательные методы. Мы не претендуем на какую-то золотую пилюлю или китайское средство от всех болезней. Это все-таки мы дополняем, как правило, консервативную терапию, те стандарты лечения, которые существуют. Но иногда эти методы носят жизнеспасающий характер. Например, при критических состояниях, при сепсисе, панкреонекрозе, при недостаточности функций органов, как говорим, полиорганной недостаточности, без них не обойтись. А в чем как бы вот эта помощь организму, когда вот такие воздействия... Например, продленная гемофильтрация, допустим, при сепсисе очень часто отказывает почки в первую очередь. Ну, различные органы могут быть. Ну, и, допустим, легкие отказывают. Заместительная какая-то терапия искусственная, вентиляции легких. Когда почки отказывают и не удаляют те вещества низкого молекулярного веса, такие, это креатинин, катаболиты, вот, избытокалия, на помощь приходят как раз... Ну, есть гемодиализ, который всем известен, но это короткий, такой интермитирующий почечная заместительная терапия. Но есть эффективная терапия, это продленная гемофильтрация продолжительная, когда сутками к человеку подключен аппарат. Ну, это в реанимационном только отделении. Получается, как ИВЛ для легких. Да, да, да. И выводятся вот эти не только катаболиты, не только почечные, может быть, для этого диализа было бы достаточно, но и различные среднемолекулярные вещества, токсины, которые необходимо удалить, чтобы получить эффект. Как раз рассматривая удаление токсинов, наверное, стоит сказать о том, что ваше отделение не последнюю роль играет при отравлении грибами. И вообще, в принципе, наверное, при отравлении. Да, при отравлении. Без нас не обходятся токсикологи. Ну, при отравлении грибами у нас так в среднем не так долго, они там месяц какой-то, как правило, в году. Вот эти эпидемии горячие, да. Ну, 200 плазмоферезов где-то... За месяц? Да-да-да. Вот. То есть это бывает. Ну, бывает, тут зависит от того, конечно, сколько поступает пациентов, насколько горячий этот период. Вот. Но мы интенсивно очень работаем. И действительно, без этого трудно даже себе представить. Это вот, ну, насколько действенная вот эта помощь? То есть что было бы без нее и что остается с ней? Вы знаете, ну, статистику так проводили там в статьях, и везде мы этим непосредственно не занимались. Но хочу вам сказать, что, конечно, эффект от плазмофереза и от других методов, иногда в некоторых случаях, когда еще и почки при отравлении страдают от гемофильтрации, он значительный и выраженный, мы его видим. Ага. Вплоть, наверное, до сохранения жизни. Да-да-да. Вплоть до сохранения жизни. Вот. Ну, а потом, вы знаете, в современном мире, когда и экология у нас страдает, и у нас масса заболеваний аллергических, каких-то иммунологических. Недавно у нас напряжение, по сути дела, пандемия ковида. Вот там мы тоже очень активно участвовали. Как раз вирусная нагрузка, она в том числе оказывается и на... Не только вирусная. Мы не вирусную нагрузку как бы убираем, но активно работали с цитокиновым штормом. То есть те биологически активные вещества, которые надо убрать из кровотока, чтобы тоже как-то перевесить в пользу улучшения состояния. Что ж, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а после продолжим наше интервью. Уровень артериального давления – один из ярких показателей состояния здоровья. Правда, чаще всего о необходимости следить за ним вспоминают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На самом деле, каждый должен знать свое давление, потому что оно меняется по разным причинам, особенно в период межсезонья. Как измерять артериальное давление правильно, расскажем в следующем сюжете. Для измерения артериального давления мы можем пользоваться двумя атонометрами. Существует механический тонометр и электронный тонометр. Для измерения можно проводить артериальное давление в комфортной, спокойной обстановке. Помещение должно быть обязательно проветрено, и температура должна находиться в помещении, но не свыше где-то 20-20, комфортно 5 градусов. Противопоказания. Первое. Необходимо, чтобы человек отдышался, успокоился. Если у него была какая-то физическая нагрузка, чтобы он посидел 30 минут, отдохнул. Если человек поужинал, нужно 30 минут тоже отдохнуть, и потом померить артериальное давление. Если человек поднялся пешком на 7-6 этаж, тоже необходимо, чтобы он отдохнул. То есть, чтобы нам с вами правильно и грамотно посмотреть ваше артериальное давление. Поэтому учитывайте все вот эти рекомендации, и вы получите свое артериальное давление в норме. Манжета должна находиться на уровне сердца от локтевого сгиба на 2 см. Подстегиваем. И самое главное, что здесь между манжетой должен проходить 1-2 пальца. Ни в коем случае нельзя, чтобы вот так вот туго манжета наносилась на локтевой сустав. Устанавливаем фонендоскоп под манжету. Накачиваем грушу. И обязательно, после того, как вы накачали, вам необходимо не резким движением, а плавным, медленным движением снижать ролик. Мы смотрим на стрелки, которые нам показывают верхнюю границу и нижнюю. Что же означает верхняя граница? Верхняя граница артериального давления – это уровень кровяного давления, которое возникает в моменты максимального сокращения сердечной мышцы. Что такое нижнее диастолическое артериальное давление? Это уровень кровяного давления, возникающий в моменты максимальной расслабления мышечной и сердечной ткани. Поэтому здесь мы говорим, есть и систолическое, и диастолическое артериальное давление, верхнее и нижнее. Также используются для измерения артериального давления и электронные тонометры. Чем они хороши? Конечно, электронным тонометром могут пользоваться все пожилые, все пенсионеры. Даже дети сами дома самостоятельно могут себе измерить артериальное давление. Здесь находится всего лишь одна манжета и сам электронный дисплей, на котором мы увидим артериальное давление. Принцип электронного и механических тонометров одинаков. Правильное целевое артериальное давление зависит от вашего возраста. В норме у молодых должно быть артериальное давление 110 на 80 и варвироваться до 130 на 90. В пожилом возрасте, конечно, могут цифры артериального давления быть выше. Поэтому здесь нужно, конечно, контролировать свое артериальное давление, записывать дневник и вести самоконтроли. Лучше всего измерять это после сна артериальное давление, после часа, как вы проснулись, и перед сном обязательно измерить артериальное давление. Всем желаю крепкого здоровья, не болейте. Продолжаем нашу беседу. Напоминаю, о гравитационной хирургии крови мы говорим с Ольгой Шевцовой, заведующей отделением трансфузиологии областной больницы номер один. Объясните, наверное, на пальцах, если это возможно, каким образом вот это воздействие осуществляется. То есть высасывается из человека кровь, где-то обрабатывается и закачивается обратно, или как-то по-другому это все дело происходит. И вот эти установки, которые на самом деле обрабатывают кровь, что они из себя представляют, потому что мы уже в первой части интервью сказали, что возможностей много. Да, действительно, Павел, возможностей много. Все зависит от метода. Высасывание крови, это даже слишком... Извлечение. Не просто, да, утилитарно, но не совсем как бы отражает. Да, эксфузия крови происходит. Когда мы работаем с аппаратами, вот у нас есть многофункциональные, кстати, аппараты, очень современные, на которых можно проводить и плазмоферез, и различные клеточные технологии удаления клеток, и гемофильтрацию, опять же, и гемосорбцию, и селективные какие-то методы, за которыми будущее. Кровь насосом через специальные системы поступает тоже, опять же, не непосредственно в аппарат, а идет на какой-то из частей расходного материала в зависимости от того, что за систему. Или на фильтр, или на сорбент. Там очищается, и затем возвращается пациенту. Это идет в непрерывном режиме. Но есть и дискретные методы. Когда набирается кровь, хочу сказать сразу, что все одноразовое. Ничего донорского мы не используем. В этом никаких... По факту в организм возвращается своя кровь. Своя кровь, но в улучшенном виде. Но в улучшенном виде. Иногда применяем комбинацию методов. Эффективно, допустим, плазмоферез сочетать с ультрафиолетовым облучением крови, допустим, с экстракорпоральными технологиями, фармакотерапии, которые проводятся антибиотиками, и как дассорбционные свойства крови используются для того, чтобы доставить к очагу какого-то воспаления лекарственный препарат. То есть целенаправленно куда-то загружается какое-то вещество? Ну, доказано было, проводились эксперименты, что там, где есть воспаление, туда устремляются как раз, допустим, лейкоциты. Если они нагружены фармакопрепаратом, то это очень хороший дает эффект. То есть они целенаправленно как раз и заставляются. Сами того не подозревая даже. То есть да, даже меньше требуется поэтому препарат антибиотика какого-то, более эффективно он воздействует. И то, чечнее, соответственно, они на весь объект. Мы широко эти методики тоже используем. Вы говорили про ультрафиолетовое облучение, но, как мы знаем, это не очень хорошо для нашего организма бывает. Как можно облучить всю кровь? Ведь, ну, помимо негативного влияния, наверняка одно лечим, другое калечим. Есть как-то воздействие на другие клетки, на полезные, те же эритроциты, лейкоциты. Как здесь осуществляется вот этот метод? Начнем с того, что всю кровь никто не облучает. Существует четкая дозированность. Допустим, 1-2 мл на килограмм массы тела используется для облучения. Ну, допустим, в среднем 200 мл крови всего облучается. Затем она смешивается с остальной кровью. Происходят фотобиологические эффекты, в результате которых осуществляются бактерицидные эффекты, иммуностимулирующие, противовоспалительные. Эти эффекты все доказаны. Ни в коем случае никакого вреда быть не может. Этот метод достаточно уже апробированный, используемый с давних времен. Он не придуман в настоящий момент. Много очень работ было посвящено показаниям и противопоказаниям, различным ограничениям. Ну и доказана его безопасность. Когда мы говорим о плазмофорайзе, и вот мы уже разобрали принцип действия, вот опять же, здесь какое количество крови очищается? Будем говорить простым языком. Хорошо. Это вопрос как раз очень непростой. Ну, начнем с того, что есть различные градации плазмофорайз. Есть малообъемный, есть высокообъемный. В каждом конкретном случае, при каждом заболевании, свои показания, свои противопоказания. Ну, а максимальный? Есть 4 литра. Может быть и 4 литра. Может быть и 4 литра. Но в этом случае уже требуется тогда замещение донорской плазмы. Потому что без плазмы человек, если весь объем циркулирующей крови, это называется плазмообмен. Но это в довольно-таки серьезных ситуациях, когда другого выхода нет, и когда требуется замещение патологической этой плазмы с большими нарушениями, свертывающей системой, например, и с серьезными заболеваниями и на плазму здорового донора. Но это не так часто бывает. В среднем объемы удаленной плазмы это 700-800 миллилитров, не более того. То есть не более 30% это обычный стандартный плазмоферез. Но здесь еще опосредованный эффект. Один из эффектов – это устранение фармакорезистентности. Это тоже доказано. То есть когда очень много препаратов человек использует, и затем они уже не действуют. Ну, проведение такого как бы очищения устраняет эту фармакорезистентность. Обнуление такое получается. Да, да, и дает вот этот эффект. И только одним удалением невозможно. То есть воздействуется на различные системы тоже. Это и система гемориологии, то есть агрегатное состояние крови улучшается, состояние его. Кроме того, детоксикация – это понятно, всем более понятно, наверное. И иммунокорригирующие эффекты. То есть в зависимости тоже от количества удаленной плазмы или это даже иммуностимулирующие. Но если большие объемы, как плазмаобены, это наоборот угнетение. Но при некоторых аутоиммунных заболеваниях это как раз необходимо. Чтобы сам себя организм не добивался, скажем так. Ну и иммунные комплексы удаляются, вот эти циркулирующие, которые поражают различные органы при аутоиммунных заболевании, которых не так мало. Звучит действительно как панацея в каком-то моменте. Ну, надо знать, что, во-первых, самолечением никто не может назначать себе такими. Это достаточно серьезные методы, и только специалист может разобраться. Есть заболевания, при которых стопроцентные практически эффекты, плазмаферез занимает ведущую роль как метод выбора. Но таких не так много. А есть, при которых не доказан эффект. Плюс еще есть и противопоказания, ограничения. Это только специалист может назначить в каждом случае конкретно. Ну что ж, пожелаем вам удачи в вашей работе. Спасибо за это интервью. И, конечно, отдельное спасибо вам за вашу работу. А я напомню, в студии «Формулы здоровья» была Ольга Шевцова, заведующая отделением трансфузиологии областной больницы номер один. Оставайтесь на телеканале ТВ «Губерния». Далее в программе. Домашняя лихорадка. Каким последствиям может привести удаленная работа? Диспансеризация. Обязательно к прохождению. Что выявит и чем поможет такое медобследование? Удаленная работа многим кажется мечтой. Нет необходимости тратить время на дорогу до офиса, деньги на строгую одежду, а нервы на общение с назойливыми коллегами. Однако удаленка может таить множество ловушек, в которые попадают сотрудники, работающие дома. Какие опасности для нашего здоровья скрывает удаленная работа, разберем в нашей рубрике «Под вопросом». Исследователи установили, что удаленная работа может привести к возникновению домашней лихорадки. Ее симптомы – раздражительность, чувство беспокойства и одиночества. Дело в том, что длительное пребывание дома снижает социальное взаимодействие, и из-за этого у человека возникает психологический дискомфорт. Среди позитивных моментов удаленной работы – рост производительности труда, улучшение общего качества жизни и более здоровое питание. Такие данные получены в ходе анализа опроса 14 человек, длительное время работавших вне коллектива. По словам ученых, чтобы избежать проблем в долгосрочной перспективе, следует поддерживать социальное взаимодействие и физическую активность, совершать ежедневные прогулки и общаться с коллегами и друзьями. Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Что нужно знать при прохождении диспансеризации, расскажем в следующем сюжете. Чтобы проверить свое здоровье, многое и не нужно. Необходим только паспорт и медицинская маска. Вот и все, что нужно для диспансеризации. Для того, чтобы пройти обследование в рамках диспансеризации, диспансеризации прежде всего необходимо записаться на прием. Это можно сделать несколькими способами. На сайте госуслуг, по телефону или непосредственно в регистратуре поликлиники, к которой вы прикреплены. На первом этапе задача терапевта понять, есть ли у пациента признаки хронических неинфекционных заболеваний, таких как, например, диабет, онкозаболевания или проблемы с сердечно-сосудистой системой и факторы риска их развития. Для этого сначала необходимо заполнить анкету, а после пройти ряд обследований. Так, мы с вами провели антропометрию и различные исследования, которые пока что нам были доступны, оформили документы. Теперь с помощью данного бегунка маршрутного листа вы у нас пойдете по различным кабинетам, проходите исследования. Соответственно, по этому маршруту, где объедены у нас значения, нужно пройти. Вкратце, вы сейчас идете на забор крови. Вот вам ваше направление. По вашему возрасту подходит как раз исследование крови, биохимия, глюкоза, холестерин. Дальше вы у нас попадете на ЭКГ, исследует ваше сердце в 315 кабинете, и после этого вы зайдете на флюорографию. Стоит помнить, что для разных возрастов будут разные исследования, о чем обязательно должен предупредить доктор. Так, для человека среднего возраста до 40 лет, впервые проходящего диспансеризацию, обязательно измерить рост, вес, объем талии, глазное давление, сдать кровь на холестерин и глюкозу, забор крови выполняется натощак, а кроме этого сделать электрокардиографию в покое. Довольно много приходит пациентов в поликлинику на диспансеризацию, потому что люди становятся более грамотными, они следят за своим здоровьем и стараются получить информацию от врача по способам лечения, по профилактике с хронических неинфекционных заболеваний. Также поликлиника занимается привлечением пациентов, мотивирует их, приглашает на диспансеризацию, потому что это очень важно. Также обязательно необходимо пройти флюорографию, а женщинам – мамографию. Первый визит длится в среднем от 1 до 3 часов. Работающим при необходимости выдается справка для получения одного оплачиваемого дня. Во многих поликлиниках пройти обследование можно после работы до 19 часов или в выходные дни. А современные цифровые аппараты позволяют делать не только снимки с высоким разрешением, но и значительно сокращают время процедур. В настоящее время мы привлекаем специалистов. У нас укомплектованы штаты участковыми терапевтами на 100%. С 1 февраля мы пригласили к нам выйдет на работу лор-врач. Длительное время отсутствовал лор-врач. Но, конечно, мы ищем еще окулиста. Есть некоторые проблемы. А так в поликлинике есть и уролог, и онколог, два эндокринолога, три невролога. В случае обнаружения серьезных заболеваний врачи назначают второй этап с профильными специалистами – хирургами, онкологами, кардиологами, неврологами и более углубленными обследованиями – гастроскопией, компьютерной томографией, колоноскопией. Раннее выявление любого заболевания – залог успешного лечения. Итак, спустя полтора часа мой профосмотр закончен. Через пару дней необходимо будет явиться к терапевту, чтобы получить результаты анализов, уже на основании которых врач даст свои рекомендации о том, как мне заботиться о здоровье. Проходите диспансеризацию вовремя и не болейте. На сегодня это все. Напоминаю, наша программа выходит по средам на телеканале ТВ-Губерния, в спутниковой сети Триколор ТВ и во всех кабельных сетях Воронежа, а также на канале ОТР в первом цифровом мультиплексе. Все выпуски программы «Формула здоровья» можно смотреть в любое время на интернет-канале tv-defizgubernia.ru. Наше эфирное время подошло к концу. Теперь вы знаете о своем здоровье немного больше. Это была «Формула здоровья» и Павел Богословский. Берегите себя.